Великая Отечественная война Великая Отечественная война Одним из решающих сражений войны была Сталинградская битва. 200 бесконечных дней и ночей длилась она. Немцы стянули к Сталинграду полчища своих союзников – венгров, румын, итальянцев. Но суровой зимой 1943 года под массированным ударом советских войск они дрогнули. Непосредственным участником тех событий был наводчик гвардейского миномета «Катюша» Валентин Динабургский. Это был Степной фронт. Со стороны Серафимовича города мы обстреливали оттуда. А дислокация наша была – Воронежский калач. Я был наводчиком миномета М-13 по имени «Катюша». Мы ночные были, ночью выезжали на позицию, обстреливали Сталинград по площадям. Залпы реактивных минометов вселяли ужас в фашистских солдат. И они в панике покидали окопы, потеряв всякую надежду на спасение. Шли пешком, с оружием, без оружия. Ну, лавиной людей. И лежали мертвые, и замерзшие. Вот так было. Так и началась наша история. Я часовой. Я охраняю Катюшу. Холодно. Погода дрянь. На вон. Сибирь какая-то, а не Украина. Это и не Украина, если хочешь знать. Давно все перемешалось. Русские, украинцы давно вместе живут. Это калач. О, много ты понимаешь, а? Говорят как, по-хохлятски. О, глянь, что в тесете? Табак. Табак. Делать твое табак, Валя. Знаешь, как по ихнему будет юбка? Спидныться. А если же ты, к примеру, к обеду опоздаешь, это будет называться спизнывся. О, а ты говоришь, не Украина. Спизнывся. 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 Я слышу скрипить снег. Я слушаю скрип. Я говорю, стой, кто идет, молчок, стой, кто идет, стой, стреляй в воду, передергиваю. Потом смотрю сквозь забор, лбом уткнулся, вот так вот, руки тут дам, и стоит какой-то дальше. Я подхожу, я понял, он полуживой. Я его тронул, он упал. Я взял на него этот кожух, накинул, вот. КОНЕЦ А где тулуп? Человек под ним замерзает. Он, гляди, Богу душу от нас. Он спрашивает, мой парень, фашистам? Он говорит, най, най, Италия, Италия. Он говорит, Италия. И прям заткнется. Как Идать заткнется? К утру ледышки стеклянные сделаются. Вон сколько их дорог-то чернеет. Воронью горластому на потеху. Спасать его надо. На взвод жил учителя. Это километра полтора. Поэтому я этого фрица бедного выспитком гнал, чтобы он бежал и не замерз. Потому что он был на грани замерзания. Ну, жалко стало человека. И мы его впереди гнали выспитком, чтобы он бежал. Чтобы он бежал. Он бежал сначала, руки так, падал под небем. Потом он руки вынул, уже балансировал. Вот, задыхался. Тем не менее, полтора километра мы его прогнали. Он ожил немножко. Кровь разошлась. Вот, зашли. Крыльцо там высокое такое было. Старшина. Ты что, фрица, приволок? Да, Ван, я говорю, не надо. Пусть отогреется. Дверь открыли. Он на полу лег и лежал минут 30. Приходил в себя. С первой его ни до чего было. Он только грелся. Он только впитывал тепло. А потом он уже на второй день стал посматривать, где. Вот. Так, мы уходили на задание, на работу. А он оставался, мыл посуду. Дрова колол, топил печку. Вот. Учил русский язык. Спрашивался, как, что, чего. А учитель или директор, он преподавал историю. А дополнительно еще делал урок музыки. И там висела скрипка. С 41-го года к ней никто не прикасался. Там столько пыли было. И вот однажды вечером я перехватил его взгляд. Он на скрипку так вот смотрел. Я говорю... Он говорит, я-я. Понял. Я говорю, э... Спрашивали. Я говорю, ты... Э... Он говорит, я-я. Тогда пришел директор школы. То есть это учитель. Я говорю, вот он, говорит, на скрипке играет. Может быть... Да, пожалуйста. Я полез туда, я... Вот столько пыли, она... Дунул. Темно стало. Дал ему скрипку. Он ее взял. Вот пальцы у нее завязаны бинтами. Вот сукровица с двороза. Потом он говорит... Канифоля... Канифоля. Смычок. Надо... Вот смычок, все. И он долго копался. Часа два дул, потирал что-то там такое. Как он настраивал, мы не поняли, не слыхали, ничего. И вдруг он сел. Вот так вот скинул. И взял один единственный аккорд. Все четыре струны у него запели. Так что у всех отвисла челюсть. Я такой музыки в жизни ни до, ни после не слышал. Минут двадцать, наверное. Тишина. Так как дым курили все. Слушали бойцы игру итальянского скрипача и думали о чем-то о своем. Звуки прекрасной мелодии и игра музыканта возвращали их к мирной, счастливой, довоенной жизни, которая осталась где-то там, вдалеке. Вспоминались родные края. Отчий дом, цветущая луга, белые березы, густые леса с извилистыми речками, бескрайние поля с колосьями пшеницы. А итальянец, возможно, тосковал о своей солнечной Италии, теплом и ласковом море, оркестре, где он когда-то блистательно играл, и красивом городе, где он родился и жил до этой страшной войны. Субтитры создавал DimaTorzok Так, волею судьбы, бессмертное искусство объединило всех. Наши солдаты уже не видели в пленном итальянца врага, а он смотрел на них, как на спасителей, вернувших ему угасающую жизнь и давших надежду на возвращение домой. Субтитры создавал DimaTorzok Он у нас прожил две недели. Две недели. Каждый день давал концерты, без нот, без нот, по памяти. Вот, что он играл? Бетховена, Шуберта, Моцарта. Классику, в общем-то, высокую классику. Но все солдаты слушали, только курили и слушали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok